Как видно, как слышно, отлично, отлично, опа, отчат пропал, решаю, а все, все, пошло, 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 ну что друзья, начинаем нашу традиционную встречу, работу по средам, мы с Алексеем сегодня находимся в Минске в конструкторском бюро, вот, и анонсировали ряд это именно по просьбе Антона Гвардоровича, потому что событие произошло, мы сюда приехали с одним планом работы, вчера буквально произошло ряд событий, которые меня попросил Антон Гвардорович прокомментировать и сделать, я до вас доведу, и еще одну новость, я также ее объявлю, Анатолий Гвардорович поучаствует в нашей работе, он сейчас проводит очень ряд важных то есть, чтобы было понятно, мы с Алексеем сейчас ведем этот вебинар прямо из его кабинета, из комнаты переговоров, вот, а Антон Гвардорович рядом проводит встречу с очень серьезными сейчас нашими партнерами, это серьезные инвесторы, которые рассматривают вопросы включения на очень серьезные программы, то есть сейчас, друзья, начали происходить ряд определенных событий, которым мы готовились и которыми сегодня, можно сказать, что это результат огромной-огромной работы, которую мы с вами заложили и сделали. А вот, начнем с первого вопроса, это, ну, мы раз анонсировали, друзья, говорили уже о том, что ведутся переговоры и ведется работа в экспертном совете Министерства транспорта Российской Федерации, Антон Гвардорович практически каждую неделю приезжал на экспертный совет, который был создан распоряжением министра, в экспертном совете было 31 ведущих экспертов, и вот, друзья, за подписью 11 февраля, он вам показывает документ, завтра, он будет сегодня размещен на сайте, с комментариями, со всеми просто, сейчас это очень важное событие, я хочу показать о том, что экспертный совет по повышению инновационности в сфере транспорта, признавая технологию, зачитывая дословно, струнная технология, создание оборудования городской, а также высшую скоростную транспортную систему, экспертный совет о возможности признания технологии создания инновационной и которой применены. То есть, это, друзья, сейчас, почему очень важное знаковое событие? Потому что у нас постоянно были взаимоотношения с ним-транспортом, когда они не признавали, не видели и не ощущали о том, что это инновационная технология, которая сегодня может быть применяться. Сейчас, после огромной продолжительной работы, я говорю, Поборин с Юницким, мы каждую неделю практически приезжали в Москву по несколько часов, общались с экспертами, вот, причем, как вот только что сам Юницкий комментировал это событие, что из 31 эксперта практически все были из конкурирующих технологий были отрицательно настроены. Так вот, друзья, сейчас я могу сказать, что это пройденный этап, это сломанный лоб и сегодня технология начинает активно набирать. И даже вот инвесторы, которые сегодня, увидев этот протокол и признание официального экспертного органа Министерства Транспорта, говорят о том, что это очень значимо для крупных инвесторов, потому что это официальное заключение, говорящие о том, что эта технология сегодня существует раз, второе, что она инновационная двань, и третье, что она активно развивающая. Это, друзья, опять же, результат чего? Юницкий, когда комментировал, показывал работу на этот экспертном совете, сказал, что Цеденов, это заместитель Министра Транспорта, когда увидел ролики с полигона, то есть то, что мы с вами ставим перед каждым вебинаром, когда вы видели строительство, и как вчера вот уже закончился монтаж 19-й промежуточной опоры, которая не железобетонная, а стальная, то есть которая показывает возможности материалов, возможности применения в разных грунтах и так далее, и так далее. Вот, то есть, когда это все показывает, он не мог поверить, что это сделано без участия государства, что это сделано без участия крупных стратегических там, олигархов там, и так далее, и так далее. То есть, друзья, это сделали мы с вами. Мы с вами создали инвестор-водящую систему, мы с вами создали конструкторское бюро, которое сейчас финансируется и активно дает, мы с вами создали систему, которая сегодня строит Марино-Горку и которая привлекает уже и чиновников, и крупных инвесторов. И еще дальше, там, скажем, анонсируя определенные вещи, я могу сказать, что в ближайшее время вас ожидает еще мере определенных вещей, которые мы будем комментировать, но по мере того, так как это уже бизнес-проекты, так как это уже привлечение инвесторов в конкретные уже адресные разработки, то мы уже об этом будем говорить, друзья, только по мере того, как эта работа делает. Сейчас я могу сказать, что результатом нашей с вами работы есть признание технологии, и это вы уже видите, и сейчас будет размещено во всех чатах и во всех наших ресурсах. Второй вопрос, что сегодня ведется работа с крупнейшими инвестиционными фондами, которые рассматривают вопрос взаимодействия. И третий вопрос, очень важный, мы активно сегодня ведем работу с администрацией регионов, с мэрами городов, с которыми мы сейчас готовим ряд соглашений по продвижению технологий Скайвей на региональном уровне. И здесь я могу сказать, что на прошлой неделе, вот я проводил вебинар в Санкт-Петербурге после встречи с вице-губернатором, Игорем Николаевичем Албиным, просто я никак не могу привыкнуть к его новой фамилии. Соответственно, нельзя говорить о том, что нам не знают, что в нашей технологии дальше не может развиваться город. Но мы договорились о том, что они пришли к делегации экспертов на Марьину горку, когда мы будем демонстрировать первый прототип юнибаньков. И это произойдет, кстати, тоже сейчас событие очень важное, которое мы с вами должны готовиться делать. Это 30 апреля, то есть через два месяца, через два с половиной месяца, два с половиной, да? То есть 30 апреля будет важнейшее событие, это такой весенний фестиваль Skyway, куда мы всех приглашаем. Соответственно, там будет отдельный круглый столовик для крупных инвесторов. Приедут инвесторы, которые уже инвестировали сотни тысяч долларов. И будет ряд фондов, которые будут рассматривать возможности инвестиций в миллионы долларов. И вы этих людей увидите, сможете с ними пообщаться. Приедут делегации порядка десяти губернаторов и мэров городов, которые будут рассматривать возможности применения технологии в городе. Там будет порядка двух тысяч уже сейчас заявок людей, которые приедут на этот фестиваль. Поэтому, друзья, это будет весь... И, соответственно, еще одно очень важное событие. Будет посажен фруктовый сад, более тысячи деревьев. Это все, друзья, в рамках развития экопарка, экотехнопарка и развития нашего проекта. Поэтому это важнейшее событие. Мы его связываем. Будем еще на следующий день проведем мощнейшую конференцию. в Минске. И здесь я могу сказать, что, естественно, традиция от компании о том, что все, кто приедет и будет участвовать в этой конференции, все это будет засчитано инвестициями, компенсировано акциями, то есть без всяких ограничений. Вы все это, друзья, будете участвовать. И я попрошу, чтобы он сейчас вам все это не то, что подтвердил, а как бы сказал, что это в планах компании, мы это делаем. И второй вопрос, друзья, это нельзя это рассматривать сейчас, что это будет презентация там конкретно юнибайков, хотя они будут показаны обязательно на этом фестивале. Это не будет показана какая-то технология. Это промежуточное сегодня для нас событие, но оно очень важно, что это весна, это посадка нашего фруктового сада и это встреча партнеров по проекту Skyway. Причем мы четко специально делаем, чтобы пригласить уже инвесторов, которые инвестировали сотни тысяч долларов. И вы увидели, что эти люди сегодня не скрываются, что они действительно существуют. И это действительно те, кто уже решился войти на такие суммы в проект. И второй вопрос мы представим наших партнеров. Это крупнейшие американские, европейские фонды, которые рассматривают возможность. А к тому времени я абсолютно уверен, что мы ряд любим уже на подписание с европейским, как минимум двумя крупнейшими фондами в управление, у которых уже даже не десятки, а сотни миллиардов евро, о том, что мы являемся партнерами и они являются нашими агентами по привлечению инвестиций в ряд адресных проектов. Адресные проекты, опять же, сегодня мы Армонда не стали звать в дневной вебинар. Скорее всего, Армонд выступит вечером в нашем, потому что мы с Алексеем, к сожалению, не сможем, потому что мы уезжаем из Минска и у нас просто идет накладка, мы не сможем участвовать в вечернем вебинаре, но Армонд обязательно прокомментирует, потому что, друзья, еще одно очень важное событие, видите, то есть сегодня, наверное, у нас весь вебинар идет из одних таких событий, и это тоже знаково, что идет из Минска, идет именно по нашим в среду вебинарам, что подписано соглашение с правительством Ирландии, мы об этом много декларировали, говорили, готовились, и, наконец, друзья, на этой неделе случилось событие, Армонд подписал, и у нас теперь в партнерах, это мы четко можем показывать, это все будет размещено в ресурсах, у нас партнерин правительства Ирландии, которые продвигают проект Skyway, которые обязуются предоставлять информацию о проекте, которые выделяют землю для строительства, которые помогают работать с инвесторами, это тоже, друзья, нельзя назвать сегодня нерядовое событие, так же, как мои переговоры с администрацией Краснодарского края, и в этом надеюсь, что на этой неделе я все-таки попаду в Красноярск, хотя очень сложно для того, чтобы провести конференцию и еще провести переговоры с администрацией, с рядом крупных инвесторов на территории Красноярского края. Сегодня, друзья, могу четко сейчас сказать, что работа идет активнейшим образом, и сейчас еще раз вам передаю большой поклон и благодарность Антону Ивановичу Юницкого, потому что это друзья, да, наверное, Леш, позови Антон дальше, он просто сейчас очень занят, поэтому по переговорам мы его плечом, он сейчас как бы вам два слова свои и скажет, и поддержит то, что мы с вами делаем, а это, друзья, сейчас доедино сходятся результаты длительной длительной работы. То, что произошло в Монтрансе и получить появление этого протокола, друзья, это многомесячная работа, которая проводилась лично Антону Ивановичу Юницким и работал с экспертами. Антон Иванович, я тут как раз рассказываю.